Добрый день! Сегодня вот такие две интересные лодки от компании Discovery. Одна лодка 540 с мотором Mercury 80 Jet. Мотор уже дообкатывается. И вторая лодка 6-ти метровая с мотором Mercury 150 на водометной насадке. Обе на водометных насадках. Лодки полностью подготовлены под задачей МЧС. Лодки контрактные. С лодки отцепят стяжки и будет тестирование на воде. И вот там Mercury 150. Лодки как раз готовятся для сдачи. Сейчас приедет заказчик для приемки техники. А пока же мы на ней немножко прокатимся. Пока на суше как раз расскажу про силовые установки. Силовые установки от компании Flagman как обычно. Моторы Mercury. Но 80 Jet мотор это уже популярный мотор. Наверное все его знают. 115 лошадиных сил. 80 лошадиных сил на струе. Лодки пластиковые. Это уже серийные модели от компании Discovery. Много установлено спецоборудования для работы с службой МЧС. Первый заезд. Игорь. Компания Discovery испытывает свое детище. Хмурый, серьезный. Но он так верит в свои лодки, что даже говорит, я тут вдоль бережка без жилета проеду. Хоть я и ругался, но он все-таки поехал без жилета. Хмурый, жесткий. Хмурый, жесткий. Похожественной штре. Хмурый, жесткий. Хмурый, жесткий. Хмурый, жесткий. Расскажи нам про этот проект. Проект очень интересный, как я понимаю. Так, лодка типовая, сам корпус, да? Да, лодка JetPro 540, стандартная лодка. Стандартные обводы, ничего не изменено. Установлено достаточно много дополнительного оборудования. Лодка делалась под заказ для МЧС. Здесь установлены... Показывай сразу оборудование. Давай выйти на нос. Установлены все необходимые для этого у нас оборудование. Люстры, мигалка, СГУ. Фароискатели, навигация. Навигация достаточно хорошая. Фары, фары дальнего света. Светодиодные. Установлено дополнительно две лебедки. Одна лебедка рыболовная, стронгер, вторая силовая внутри. А, здесь плюс, плюс вот там? А, все понятно. Снизу там силовая лебедка. Это для того, чтобы если где-то протащиться, по милям? Да, 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 по милям где-то что-то вытащить. Не знаю, как будет лодка использоваться. Дополнительно стоит рыболовное сидение, под спринингодержатели. Корзины ваши знаменитые, которые мне очень нравятся. Рундучки, ящички. Ага. Вот, кстати, гармин. Гармин установленный. Да, он же навигатор, он же колодка. А, они прикручены. Ага. Маридеком все затянуто. Палуба в маридеке. Палубный винил. Тент установлен увеличенного объема. Здесь, по-моему, 240 литров. На су стоит бак. Бак. Остекление затонировано. Остекление, да, все затонировано. На тенте также пленка темного цвета. Ахиллес. Ага. Тонированная пленка. Стоит два аккумулятора силовых. Вот хоть, хоть стекло и пластик, да, как я понимаю, но оно забронировано, и поэтому есть возможность ставить стеклоочистители. Вот они уже выведены, просто они пока не смонтированы. Да, да, да. Сидение, сидение. Заведусь. Маленько отъедем. Давай, давай. Наши любимые сидения с амортизацией. Это уже стандартный вариант. Причем они уже не только ваши любимые. Я уже у кого-то видел. Да, да, много кто уже ставит. Да, начали ставить. У нас они ставятся практически во всех лодках. Если это не струйка, то во всех лодках они установлены. Панель приборов. Панель приборов простая, информативная. Указатель уровня топлива, счетчик моточасов. Тахометр. Тахометр. Цвет, габариты. Электронная масса здесь установлена. Мы тоже их начали ставить. Да, дополнительно стоят USB, USB, SGU. Здесь свет у нас. Здесь вот такая рама для SGU смонтирована. Тарга. Ну да, тарга такая, да. Она снаружи не видна была, а здесь вот она очень монументальна, очень крепкая. За нее же можно и держаться. Да, да. Просто когда поехали, я искал за что схватиться сначала, а потом вот увидел. Тут ручки может и не быть, да. Хорошо. Тут также все моридеком. Моридек, синтек, эко-кожа на сиденьях, как я понимаю. Да. Морской винил. Морской винил. И 80J. Любимый наш мотор от любимой нашей компании FLAGMA. Сейчас покажем. Гидравлика короткоходная стоит. Да, кстати, гидравлическое, да, рулевое управление. Вот транец так сделан, усилен полностью. Транец. Здесь дополнительно, вот прям под ногами устанавливается столик. Он в комплекте идет, да? Да, да. Столик в комплекте идет. Вот сиденье, регулируется жесткость. Можно отрегулировать под наездника жесткость, и оно будет тогда амортизировать, и не будет пробиваться. Снимай. Почему это не тут? Давай-ка будем снимать. Ну, аккумуляторы пока временно, да. Не зафиксированы. Помпы, все, все стоит. Ага. Все качественно, все хорошо. Здесь также все заплетено в косы. Здесь у нас получается перчаточный ящик. Также все выбрана фаска, все это при фишке. Перетонировано. А, вот две USB сделаны в бардачке. Вот. Удобно для зарядки. Такая, что у нас в каждой лодке идет. А, это? Это ремкомплект. С ремкомплект, да? Да, здесь полностью материал. Ну, пруток сварочный. При необходимости, если на север куда-то далеко уезжает, все прям довольны. Так, давай покажем, если не секрет, что внутри. В общем, многим же интересно, да, вот на сиденье. Как, в случае чего, поступать с пробойной, там, или еще что-то, именно с пластиковыми лодками. Ага, вот. Здесь листы различного размера, различной толщины. Десятка, это который зна, спиненка, которая восьмерка. И пруток. В ремкомплекте. В случае необходимости можно попробовать запаяться, завариться. Небольшая пробоина. То есть у заказчика должен быть небольшой фен, вот этот газовый фен, да, эти газовые? Да, даже можно газовой горелкой. При желании на реке можно сделать все. Если надо выбраться, то есть такая возможность. Все понятно. Вплоть до того, что просто прикрутить его через герметик и доехать до места ремонта. Ну да, да. Согласен. Так, что у нас тут не поднесло? Ну вот, так же все притонировано здесь, хорошо. Полностью лодка покрыта раптором, как я понимаю, да? Раптор, да, белого цвета, наклейка белая. Здесь черный раптор. Все полно. Фирменная наклейка МЧС. Ну это по контракту у них есть. Требования по контракту. Да, да, да. Там прям, да, управляют специализированные цвета. Да, да. Ну что, давай прокатимся. Надо датчик стрима. Стрим надо сюда. Стрим надо сюда. Ну ладно, сильно не будем мучить. Мотор же еще на обхазке. Максимальную нагрузку даю временно. Ну а так классно. Конечно, сразу это чувствуется, что это не ПВХ-лодка. Жесткий корпус. Со всеми вытекающими. Комиссия по приему техники. Сейчас будет сдача на воде. Решать им не будем. Комплексация, ходовые испытания. Тесты. Пять человек. Отлично идет. Отличный мотор. Отличное сопряжение. Вот этого именно мотора с этой насадкой. Уже мы не первый раз убеждаемся. Меркурий 150 и насадка. Тяга просто великолепная. Порезились. По первым впечатлениям. Техника хорошая, серьезная. Из минусов к рулю привыкать на нее. Все мягко. Прохватов нету даже по поперечной волне. По диагонали. При триммировании. При триммировании. Прохватов нет вообще. Ну хорошо, хорошо. Идет прям с берега. Она прям очень такая резвая. И повеселее чем-то. Ну 6 метров и 150 лошадиных сил конечно. Интересно. Несколько часов практики. Да, да, да. Тут так снос хорошо зашли. Один раз вообще. Бит, вам надо посмотреть. Там тоже куча всякой хохламы электронной. Сейчас я залезу, потом поснимаю. А единственное, что знаем, это СГУ. Да, да, да. Ну что, как заказчики? Первые впечатления? Мощно. Мощно, да. Время покатывается. Время, да, конечно. Надо накатываться. Накатываться, да. Наезд. А? Наезд. Да, да, да. Да, да, да. Водомер, конечно, мне понравится. Поворот там как-то. Я думал, куда выпить. Хорошо. Со сносами. Ну да, в паскодоме сносы конечно будут. Водомер тоже на оборотах управляет. Да, да. Газ сбросил, все, его понесло. Вот так, да. Не управляй. То есть надо его прочувствовать. Ну что, какие действия? Два-три раза. Вот это хорошее. А? Вот это хорошее. Мотор хороший. Да, да. Поехали, я тебя прокачу. Поехали, поехали. Какая скорость получается? Скорость вверх против течения 57. Ага. По течению 63-64. Просмотрите. Все понятно. Четыре человека. Да. Ну попробуем 150. Да. Отлично. Классно. Классно. Волной по волнам, хорошо идёт Ну, теперь вы расскажите что-нибудь. Отлично, слушай, ну хорошая управляемость, прогнозируемый такой снос, прям не так, что начал сносить и там крутануло, а снос такой прям, всё прогнозируется, всё нормально, дрифтует классно, выход моментальный, но ещё раз мы убедились, что мотор вот именно, сейчас назад немножко, да, что именно 150-й Меркурий с водомётной насадкой очень эффективен По скоростям, что-то я тут не смотрел, есть скорости нет? Ну вот, 64 максимальная 64 максимальная скорость, да, поэтому классно, классно, даже это, полихачилось, адреналин сижу, здорово, сейчас давай немножко расскажем, чем она отличается от той лодки, да, ну кроме днины Маленько увеличенная палуба, ширина лодки на 20 сантиметров по верху шире, по низу дно одинаковая, соответственно, скорости обвода такие же, ширина, обитаемость выше на 20 сантиметров по ширине, по длине, соответственно, она больше на 70 сантиметров, палуба больше, вместо двух больших рундуков здесь теперь три, три рундука, рундуки здесь уже побогаче, они отделаны все карпетом, внутри бак чуть побольше стоит, Если на 540 здесь увеличенный бак стоит на 200 литров, здесь на 600 стоит увеличенный бак размером 250 уже литров, бардачки там один, здесь два, можно тут спрятать, да, точно так же есть, там прикуриватель, все там у нас спрятано, пошире лодка, заметно пошире кокпит, попросторнее, да, попросторнее, намного попросторнее, здесь уже, наверное, сантиметров на 40 в кокпит, вместо побольше, Чуть повыше тент, по-моему, миллиметров на 150 повыше, то есть маленько повыше можно ставить, такая же задняя банка Все так же мягенько, аккуратно сделано По электрооборудованию, ну, люстра так же стоит, так же вот такая силовая тарга, специально под СГУ, под фару, под люстру, под все это сделано По панели, по панели здесь все то же самое, единственное, установлен МЕРК-монитор, что сейчас? МЕРК-монитор МЕРК-монитор, МЕРК-монитор, это СГУ у нас пульт, и дополнительно установлена БОС-музыка БОС-музыка, и четыре колонки Четыре колонки, усилитель Один на усилитель ставили, да? Да, увеличена диагональ Гарвина, почти вдвое, соответственно, и по ценнику вдвое дороже Все остальное то же самое, две лебедки, одна силовая, одна рыболовная, фары, фароискатель, все на пульту работает, все поворачивает, все с пульта, ничего не надо Огромное количество различных прикуривателей, USB-разъемчиков, все светится, все работает Ну и динамика, динамика у нас получилась, при, вот ездили мы тесты, у нас были, получается, в лодке всегда четыре человека Разница в скорости против 115-го и 150-го получилось почти 15 километров Плюсом? Плюсом, да, 150-й, даже с учетом, что лодка больше везет, достаточно интересно Все-таки увеличена огромная серия улитки, там по-другому не назовешь, я думаю, она все-таки дает о себе знать Проходимость воды, проточность, тяга и, да, и старт, да? Да, старт вообще, старт, выход моментальный Заказчики довольны, они после этой лодки вылезли, прям все, прям улыбаются То есть всем понравилась лодка, все, я так понимаю, они поуправляли ей, да? Один человек поездил, ну, их будет шестеро, поэтому я очень сильно переживаю, о чем все это закончится Да нет, все есть нормальные И вот он вышел как раз и был очень доволен, да, ну все, причаливаем Все рассказали Поехали, да Поехали, да Я так и знал Так и знал Текайте, пацаны, давайте газу, газу, газу Газу, пацаны, газу